Музыка Так, исчисление предикатов Значит, в прошлый раз мы только начали Ну, давайте начнем все сначала Так, значит, как положено Сначала определяется алфавит Потом определяется множество формул И потом уже определяются аксиомы и правила вывода Значит, с существенным дополнением Значит, исчисление предикатов включает в себя исчисление высказаний Поэтому все, что было там, переносится без изменений в исчисление предикатов Кроме того, добавляется что? Значит, добавляются, во-первых, квантеры, которые вам уже знакомы А кроме того, добавляются функции А из функций должны быть средства построения В отличие от исчисления высказываний, где у нас элементами является только высказывания И новые формулы строятся из прежних путем соединения высказываний с помощью логических связок И все И исчисление предикатов гораздо богаче Значит, в прошлый раз про это уже говорил И там, кроме скатологических объектов высказываний Существуют еще предметные объекты О которых происходит высказывание Так вот, помимо конкретных объектов, которые явно названы с помощью констант Значит, должны существовать способы построения одних объектов из других Понятнее всего это на числовых множествах То есть мы хотели бы числа называть не только напрямую 5, там, 28 и так далее А выражать объекты как функции от других объектов И вот такие образования называются термами Термы И, значит, в структуру исчисления предикатов Помимо того, как строить формулы То, что было в исчислении высказываний А формулы здесь тоже строить придется сложнее Потому что там есть квантеры Там есть понятие свободной связанной переменной Что у нас уже было во втором модуле Вот, а теперь это надо определить уже, так сказать, чисто формально Вот это, так сказать, все и будет происходить Итак, файл Так, переменные высказывания Константы, высказывания константы Что такое высказывание константы? Высказывание константы – это некоторое конкретное высказывание Вместо которого уже ничего подставлять нельзя Дальше Предикатные, да, предметные переменные Так, пожалуй, я не прав Вот это, это предметные константы Значит так, это высказывание Спасибо Это предметные константы Это предметные переменные Константные высказывания, вообще говоря, тоже имеют право на существование Но в логике предикатов чистой их нет Это в конкретных теориях, о которых еще будет сказано несколько слов Там будут и конкретные высказывания Так, значит, дальше предикатные буквы Так, что означают вот эти два индекса? Они означают вот что Нижний индекс А нет, лучше вот так Значит, нижний индекс – это просто номер То есть способ поименовать эту букву А верхний индекс – это число аргументов То есть потом при построении При правилах построения формул Значит, будет сказано, что У предикатной буквы, у которой индекс L Значит, можно туда подставлять L переменных Или L констант Так, значит, предикатные буквы Дальше функциональные буквы Это вот то, о чем я, значит, сказал Для построения одних объектов из других Смысл индексов тот же Ну и логические связки Обычные Дизюнкция, конъюнкция Отрицание, импликация Кванторы А ну да, и скобки Нулевая Правая Для полной формальности Надо еще оговориться, что Запятые и точки с запятой В алфавит не входят Ну действительно, они там не понадобятся Так Ну вот Значит, из этого Восчисления и высказывания Мы сразу встроили формулы А теперь нам По дороге надо еще определить термы Значит, термы Значит, элементарные термы Это предметные переменные Предметные константы Значит, первая Предметные переменные Константы Это термы Дальше Значит, если F Давайте расхраним это L L С индексом L Это функциональная буква Значит, если И T1 TL Термы То То F от L T1 TL Терм То есть Попросту говоря Функция термов Это тоже терм Единственное, что надо Соблюдать Если тут стоит L То и термов должно быть Которые подставляются сюда Тоже L И вот эти термы Не обязаны быть разными Значит, вот и все Что касается термов Значит, термы На самом деле Это простая вещь Во-первых, это Элементарные объекты И переменные И функции от них Все Ну, теперь формулы Значит, формулы тоже Строятся индуктивно Как и вычисление Высказываний Значит, путем Во-первых, связывания Логическими связками Во-вторых Навешивание квантеров Но, кроме того Через все определение Формул Надо, так сказать Провести определение Свободных и связанных Переменных То, чего не было Вычисления и высказываний Вот это и Делается в определении Итак Значит, во-первых Если П От Н Предикатная буква Давайте опять П от Н Предикатная буква И Т1ТЛ Термы То П Л Т1ТЛ Формула Значит, это формула И все переменные в ней Свободные Ну и действительно Откуда повязаться Связанным переменным Связанные переменные Возникают только тогда Когда появляются квантеры А здесь у нас Всего лишь термы А термы Это Только функции Функции могут быть От функции От функции Но в конце концов Там только переменные Все Никаких квантеров В терме Быть не может Вот Поэтому здесь Все переменные в свободу Каждый не переменный в свободу Дальше Значит, это Как и вычисление Высказаний Если Ф1 и Ф2 Формулы То Значит, все логические Операции над ними Обычные не F F1 или F2 F1 Конъюнкция F2 F1 Импликация F2 Это все формулы Ну, строго говоря Полагается, значит Как и раньше Заключать их в скобки А потом уже договариваться О том, что Какие-то скобки Мы опускаем Значит, это формула Так Вот И в них Все Вхождения Переменных Свободные В F1 и F2 Тоже свободные Значит, квантеров новых Не добавилось Значит, поэтому Все, что было тут Свободными Так, свободными Останутся Тут уже могут быть квантеры Сейчас мы увидим Третий пункт Красная вершинка Тут квантеры могут быть Какие-то переменные Там связаны Ну, то, что было связанным Остается связанным То, что было свободным Остается свободным Так, все переменных Свободные Свободные Так Ну, и наконец Третий Пункт Связанный С навешанным Квантеров Значит, так Если Ф от Х Формула Содержащая Свободное Вхождение Х То То формулы. Все вхождения X связаны. Остальные свободные. fx переменные свободные. Вот здесь становятся существенными вот эти внешние скобки. То есть у нас, за исключением квантеров, всякий раз, когда мы две формулы связываем какой-то связкой логической, двухместной, сверху, то есть снаружи у нас возникают скобки. И поэтому получается автоматически, что квантер мы всегда навешиваем на скобку. Ну и значит все X, которые тут в скобке есть, они становятся связанными. И кроме того, нужно иметь в виду вот что. Это сейчас нам в аксиомах понадобится иметь в виду. И фактически уже тут. Значит, обычно, когда мы пишем что-то вроде f от x, значит, у нас это выглядит как формула от одной переменной. Вот здесь, когда пишется f от x, имеется в виду вот что. Что в этой формуле, вообще говоря, много переменных. Но нас пока интересует только x, ничего другого. Потому что вот тут и видите, говорит, остальные свободные переменные. То есть предполагается, что тут, может быть, есть какие-то другие. Но поскольку квантеры по x, то только x нас интересует. А остальные, значит, как были свободными, так остались. Значит, вот так строятся формулы исчисления предикатов. Ну и, наконец, аксиомы. Аксиомы и правила вывода. Значит, поскольку исчисление предикатов включает в себя исчисление высказываний, то число аксиом входит, во-первых, все аксиомы исчисления высказываний. Значит, первое. Аксиомы. Исчисление высказываний. Исчисление высказываний. Хорошо. Какие именно? Значит, вариантов несколько, как мы уже видели. Может быть, там система, стоящая из трех аксиом. Система L1 или система L2, стоящая из девяти аксиом. Это не важно. Вот. И поскольку у нас есть квантеры, ясно, что для них тоже нужны аксиомы. Вот этих новых аксиом будет две. Аксиомы первое. С очень простым содержательным смыслом. Ну, какой смысл первой аксиомы? Если только... П, конечно, П. Сейчас. А, нет, П нехорошо. Это таря будет конкретно. Предикат формулы. Значит, некоторая формула. Ф. Значит, Ф это некоторая формула, созирающая Х. Точно так же, как и там. Какой смысл первой формулы? Если какая-то формула верна для всех Х, то ясно, что она верна для некоторого игрока. Раз уж для всех. А смысл этой формулы вот такой. Если формула верна для некоторого игрока, ну, значит, существует такой Х, для которого она верна. То есть, содержательный смысл этих формул есть. Так. Ну и правила вывода. Значит, во-первых, modus ponus. Он никуда не девается. И, во-вторых, два дополнительных правила вывода, опять же, связанные с квантерами. Значит, правило вот какое. Это правило введения квантера общности. Или правило обобщения. При этом, что важно, X, G от X содержит свободное вхождение F их не содержит. Так. И правило введения квантера существования. С теми же требованиями. Значит, вот так выглядит исчисление предикатов. Значит, некоторые примеры вывода мы рассмотрим на семинаре. Сейчас немножко продвинемся дальше. Значит, некоторые метатеоремы. Высчисление предикатов. Значит, мы еще поговорим сегодня о смысле приставки мета, которая уже неоднократно нами употреблялась и будет употребляться дальше. Ну, в двух словах, мета – это, так сказать, следующий уровень. Значит, если вот формальные логические исчисления, вот здесь формальные математические логики теории впервые становятся объектом изучения, то теория, которая изучает теории как объект, она уже для них мета-теория. Вот. Это уже мета-утверждение. Это уже мета-утверждение. Вот, значит, мета-теорема. То есть, вычисления, высказывания, мы с ними уже встречались, и одной из основных мета-теорем была теорема дедукции. Вот. А вычисления предикатов есть свои мета-теоремы. В числе вот таких мета-теорем в частности туда входят вот те эквивалентные соотношения, которые в свое время мы с вами во втором модуле рассматривали с содержательной точки зрения. Например, переход от квантеров общности к квантерам существования. То есть, на самом деле, можно доказать, что это... Вот те эквивалентности, которые мы писали, типа вот таких, что для всех x f от x это все равно, что неверно, что не существует ни f от x. Аналог формулы Деморгана. Вот. Такого рода эквивалентности вычисления предикатов уже выводятся с помощью правил вывода. Новых правил вывода. Или вот такая мета-теорема, как значит, вот есть f от а. Что это означает? Есть формула f, а в ней есть какое-то вхождение формулы а. f от b получается из f от а тем, что мы а заменили на b. Так вот, если доказано, что вот это имеется в виду это логическая операция эквивалентности. А содержательное это и означает, что эти две формулы эквивалентны. То тогда можно вывести, что f от а эквивалентна f от b. чуть подробнее об этом. На самом деле это вполне универсальная математическая процедура. Мы берем какой-то берем большой формуле, берем какую-то подформулу и заменяем ее эквивалентной. Значит, в разных разделах математики мы постоянно это делаем. И в школьной алгебре, когда мы там преобразуем многочлены, и в бульевой алгебре мы это делали, в матанализе и так далее. Ну, а здесь все это надо доказывать. И вот давайте посмотрим, в чем тут разница. Так, вот это я все стираю теперь. Значит, вот есть правило подстановки, опять же, это общий математический правило. Есть правило подстановки, это одно, а вот то, что здесь, это правило эквивалентной замены. Вот очень очень важно понимать, вообще с каким разделом математики вы не имели дела, очень важно понимать, в чем разница. Что такое правило подстановки? Это значит вот что. Если у нас есть некоторая формула, в которой есть переменная x, по каким-то причинам мы хотим либо вместо x что-то подставить, может быть, просто переименовать переменной, вместо x написать f от y. Или вообще подставить что-то вместо x, например, написать там x квадрат плюс 8. Правило подстановки требует, чтобы мы это делали, тогда везде все вхождения x мы заменяем на что-то одно. Но при этом мы подставляем вообще произвольную формулу. вместо x поставляем произвольную формулу, но во все вхождения. А здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о том, что мы вместо a подставляем нечто ей эквивалентное. И вот если это эквивалентное b, то тогда мы не обязаны это b подставлять вместо всех вхождения. Где хотим, там и подставим. Раз они эквивалентные, то ничего страшного. Поэтому вот в формулировке вот этой методиоремы, которую я сказал, там выделяется некоторое вхождение a. Может быть в этой формуле этих вхождений a несколько. А мы выделяем одно, вместо него поставляем b. А в других местах остается a. Ну, например, вот смотрите, иллюстрация первой формулы, первого правила. Вот мы имеем x квадрат плюс x плюс 8. если мы вместо x хотим поставить два y, то мы обязаны его поставить и сюда, и сюда. Потому что иначе, если мы в одно место поставим, а в другое место нет, то тогда получится совсем другая формула. Сначала мы вместо одного вхождения поставим два y, а вместо другого, например, три y. это не будет то, что называется эквивалентное преобразование. Вот. А если мы хотим вместо x подставить что-то ему эквивалентное, ну, например, ясно, что x равен 2x минус x, да? Ну, и тогда мы можем x квадрат оставить на месте, а сюда подставить 2x минус x. Ясно, что формула не изменится. Поэтому вот эта первая процедура называется подстановкой, а вот эта процедура, когда подставляется эквивалентная форма, это называется эквивалентной заменой, просто чтобы эти две вещи существенно разные отличать. Так, значит, вот те эквивалентности типа вот этой, которые мы с вами рассматривали во втором модуле, они все вычисления предикатов выводят. То есть можно написать вот что, что выводима вот такая эквивалентность. еще одно важное эквивалентное преобразование в логике предикатов, в исчислении предикатов, которое тоже формулируется как метод теоремы, она формулируется так, что для любой формулы исчисления предикатов существует так называемая предваренная нормальная формула, нормальная форма, в которой все квантеры вынесены вперед. то есть любую формулу исчисления предикатов можно преобразовать в такую эквивалентную ей, что все квантеры будут впереди. То есть она будет иметь такой вид Q это значит либо квантер общности, либо квантер существования. обозначается буквой Q. То есть вот такая формула. Где формула F квантеров не содержит. Ну вот, а строго говоря, такая теорема мета теорема. Вот ту формулевку, которую я сказал, которая выглядит содержательно, формально это означает вот что, что какая бы у нас формула G не была, то выводим вот такая эквивалентная. единственное, чего не всегда удается добиться, чтобы сначала были квантеры одного сорта, а потом квантеры другого. Они вообще говоря, будут в перемешку, это существенно. Как мы уже видели все время, порядок квантеров играет роль. То есть в общем случае вот такая формула неэквивалентна вот такой. Хотя квантеры над одними и теми же переменными, но порядок роль играет. одно дело, когда говорится, что для любого x существует игрок, если вы помните примеры, то общий смысл такой, что для любого x y существует, но для каждого x, быть может, свой. А здесь утверждается более сильная вещь, что существует такой игрок один для всех x. Что и дальше. Это сильнее утверждение. из этого всегда следует вот это, вернее, из этого следует вот это, но не наоборот. Значит, вот то исчисление предикатов, которое мы с вами определили, называют еще, чтобы быть совсем точными, исчисление предикатов первого порядка. Значит, почему первый, бывает ли второй порядок? Вообще говоря, второй порядок бывает, и это вот что. Это на самом деле очень тяжелая вещь, которая не очень сильно исследована и не очень сильно применяется, поэтому обычно в обычных книгах по матлойке до него не доходит. Это исчисление предикатов, где есть квантеры по предикатам. То есть мы не только можем утверждать, что для любого x выполняется какой-то предикат, а еще мы утверждаем, что для любого предиката нечто пополняется. Вот. Это гораздо более сложная логика, повторяю, и о ней обычно речи не идет. Это уже совсем высокий класс. Что называется. Вот. Значит, это исчисление предикатов первого порядка, его еще можно назвать, иногда его и называют чисто логическим исчислением. В каком смысле чисто? Содержатель означает вот что. В этой логике нет ничего конкретного. Предикаты только переменные, высказывания только переменные, то есть все, что здесь можно вывести, все теоремы исчисления предикатов, они верны всегда. Они верны в любой предметной области. Если же мы хотим с помощью исчисления предикатов что-то сказать более конкретно о конкретных предикатах и о конкретных предметных областях, мы должны в это исчисление предикатов добавить соответственно что-то конкретное. И тогда получаются более конкретные аксиматические системы, во все эти системы обязательно вот все вот это войдет, и плюс что-то свое. И будут возникать различные формальные теории, которые называются формальными теориями первого порядка. Ну, например, такие простенькие примеры. мы хотим вести теорию, хотим еще использовать, например, такое всем нам известное фундаментальное понятие математики, понятие равенства. Равенство это уже конкретный двухместный предикат, который обладает некоторыми конкретными свойствами, а именно, какие свойства равенства мы знаем? мы знаем, что оно, во-первых, это бинарное отношение, то есть это двухместный предикат. Ну, и он обладает свойствами рефлексивности, симметричности, значит, если, ну, если и только если, можно написать вот так, то y равняется x. Ну, наконец, если x равняется y и y равняется z, то x равняется z. Значит, это свойства конкретного предиката равенства. Ясно, что это свойства не любого предиката, двухместного, и поэтому надо ввести вот эти свойства в качество аксиом. Другое дело, все ли эти свойства надо вводить, может быть, достаточно обойтись одним или двумя, а остальные будут выводимы, но это уже отдельный вопрос. Важно только, что теперь, добавив аксиомы, которые описывают равенство, мы получим некоторую формальную теорию, в которой, кроме аксиом, правил вывода и теорем, которые верны для любых предикатов, будут еще некоторые конкретные свойства конкретного предиката равенства. Значит, точно так же мы можем ввести конкретные аксиомы для предиката меньше и для предиката больше, и при этом, в частности, обратить внимание на то, что аксиомы для предиката больше ничем не будут отличаться от аксиом предиката меньше. Значит, то и другое отношение порядка, абсолютно строгого порядка. Другое дело, что когда мы захотим ввести в теорию оба предиката одновременно, тогда их нам придется как-то различать. Значит, вот таким образом строятся конкретные формальные теории уже для конкретных областей. Ну, наиболее изученная из формальных теорий достаточно сложных это формальная арифметика. То есть, арифметика, которая нам всем известна с первого класса, тоже может быть рассмотрена как формальная теория, и у нее будут свои аксиомы. Ну, их мы рассматривать не будем, естественно, но сам факт того, что эта область математики может быть формализована, и при этом видно, какие дополнительные теории, какие дополнительные аксиомы туда надо ввести. Ну, в стандартном варианте формальной арифметики там порядка 9-10 дополнительных аксиом, они связаны, все они связаны, во-первых, с понятием числа, и во-вторых, со свойствами арифметических операций. То есть, там уже, значит, будут конкретные функциональные буквы, значит, здесь у нас вычисления были переменные буквы, а там будут конкретные, сложения, умножения, вот, и конкретные объекты, то есть числа. Вот, несколько слов о формальных теориях первого порядка. То есть, все они, повторяю, включают чистое исчисление предикатов, плюс какие-то конкретные аксиомы. Вот, теперь поговорим о некоторых общих понятиях, которые применимы или неприменимы к различным формальным теориям. Значит, эти общие понятия имеют уже и общее, так сказать, методологическое значение в некотором смысле для всей математики. Значит, первое из этих понятий это понятие интерпретации. что такое понятие интерпретации? Сначала содержать. Когда мы с вами говорили о формальном подходе к теории, и в частности о формальном подходе к логическим теориям, то имелось в виду вот что. мы разводим понятие непротиворечивости и понятие истинности. Ну, значит, классический пример это вот неэвклидова геометрия, о которой я уже говорил. Когда в ответ на то, а где вы видели параллельные прямые, которые пересекаются, ответ такой. Не важно, что я их не видел, важно, что предположение об этом не приводит к противоречию. То есть есть понятие внутреннего противоречия, а именно исчисление внутренне противоречивого, если в нем можно вывести одновременно какое-то высказывание и его отрицание. То есть получить вот такое. Вот тогда теория внутренне противоречива. А другое дело, что мы где-то снаружи можем найти такую предметную область, где это будет выполняться. Вот если мы такое нашли, то эту область мы называем интерпретацией нашей формальной системы. Так вот возражение на нефклидовую геометрию говорили, а где предметную область, где ваши аксиомы выполняются? Ну, как я вам уже говорил, нашли такие области? Это если я не ошибаюсь вогнутые поверхности. На вогнутой поверхности там действительно это выполняется. Вот. Значит, интерпретация это соотнесение формальной системы чему-то внешнему. Значит, и более конкретно вот что. Значит, вот у нас есть формальная система, формальная система у нас есть. Вот. И у нас есть предметная область. И мы устанавливаем между ними соответствие. И это соответствие какое? Значит, переменные. 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 Предметные переменные и предметные константы. Значит, предметные константы мы относим, ставим соответственно конкретным объектам. ну, переменные, это значит, вместо них мы можем подставлять любые объекты. А предикаты значит, каким-то отношением между объектами. Между объектами. И вот здесь надо понимать вот что, опять-таки, с точки зрения формального подхода. Вот, когда мы построили формальную теорию равенства вот для этого знака, значит, этот знак у нас чисто формальный. Это всего лишь некоторый значок, две черточки, с которым связываются какие-то аксиомы. А когда мы говорим, а есть ли у этой теории для предиката с этим значком какая-то интерпретация? Мы говорим, ну, конечно, есть, это равенство. Ведь равенство могли бы изобразить другим значком, но будем этот значок понимать как равенство. Это означает, что мы дали интерпретацию этому значку. вот, и заметим себе, что это равенство можно интерпретировать, у него более широкая интерпретация, то есть аксиомом равенства, тем трем, которые я написал, удовлетворяет не только обычное равенство, ему удовлетворяет, например, равенство по модулю какому-нибудь, по всем модулям, там, с простыми числами, по модулю 2, по модулю 3, по модулю 5. Все эти аксиомы будут соответствовать. Точно так же, если мы для меньше определим некоторые аксиомы, антирефлексивности, антисимметричности и транзитивности, то интерпретировать его можно будет не только как меньше числовое, те же самые аксиомы будут выполняться для любого строгого линейного порядка. Например, для порядка букв в алфавите. И так далее. Так вот, значит, предметная область, которая соответствует формальной системе, называется моделью этой системы. Модель формальной системы. А интерпретация, строго говоря, называется вот это соответствие. значит, если мы формальную систему не интерпретируем, то понятия истинности в ней нет. В ней есть только выводимость, ничего другого. А вот если мы ее интерпретируем, то тогда уже можно говорить, она истинна или ложна, потому что все значки формальной системы в этой предметной области приобретают смысл, мы можем говорить, это верно или неверно. Пока мы смотрим на формулу там P от X или P2 от Y, и когда это смотрим только значки, ну что мы тут можем делать? Мы можем только пользоваться свойствами, например, дизюнкции. Мы знаем, что их можно переставить местами, потому что что еще? Да ничего. мы можем строить другие формулы, взять отрицание, повесить квадрат. А если мы говорим, что P1 у нас обозначает то-то, а P2 обозначает то-то, а X это объект из такой предметной области, тогда все это приобретает смысл, тогда мы начинаем говорить, а верно это или неверно, когда это верно, когда это неверно. Вот, то есть, когда мы имеем вот это соотнесение, предикатом какие-то, ну, если одноместный предикат значит какие-то свойства, например, свойства чисел, вот, тогда мы уже можем посмотреть и сказать, истинно это или нет. так вот, не всякая интерпретация является моделью. Соотнесение мы можем делать любое, а модель, предметная область называется моделью, если если любая теорема формальной системы является в этой области истинной. Значит, предметная область является моделью формальной системы, если теорема формальной системы в этой предметной области является истинной. Значит, вот теоремы геометрии Лобачевского, для геометрии Лобачевского обычная геометрия на плоскости не является моделью, потому что там параллельные не пересекаются. Поэтому и говорят, не эвклидовая геометрия. И формула называется общезначимой, если она истинна в любой модели. Вернее, если она истинна в любой предметной области. То есть в любой интерпретации. Так вот, именно формулы чистого исчисления предикатов являются общезначимыми. Это означает, что логика, она везде логика. И не только в любой области математики, но вообще в любой области науки. В любом рассуждении. Логика, это логика всегда. А вот конкретные теории, утверждения для конкретных теорий, они уж справедливы не всегда, но то они и конкретны. Так. Значит, вот теперь еще раз. И чуть дальше. Значит, вот давайте поймем важную разницу понятий. Предположим, у нас уже есть некоторая интерпретация формальной системы предметной области. Ну, например, та же теория равенства. Значит, есть формулы, которые в этой интерпретации тождественно истинны. То есть, какие бы мы не подставляли значения переменных, все равно формула будет тождественно истинна. Есть формулы выполнимые. Которые при каких-то значениях переменных истинны, при каких-то ложных. И есть формулы тождественно ложные в этой интерпретации. Значит, которые при любых постановках будут ложными. Это в данной интерпретации. А вот все формулы, все формулы чистого исчисления предикатов, они, значит, выполнимы. Значит, есть такая интерпретация, где, вернее, при любой интерпретации они будут выполнимы. Иногда истинны, иногда ложные. Тождественно истинные при любой интерпретации, как было сказано, называются общезначимыми. И тождественно ложные при любой интерпретации называются противоречивыми. Ну, значит, типичная противоречивая формула – это А и не А. Значит, вот это противоречивая, а вот это – общезначимая. При любой интерпретации этих высказываний это так. И вот то разведение между противоречивостью и, так сказать, противоречивостью формальной, вернее, непротиворечивостью, то есть невозможностью вывести одновременно А и не А, с одной стороны, а с другой стороны требование для любого утверждения найти какую-то интерпретацию. Вот при формальном подходе это впервые было разведено, потому что все-таки всегда мы до тех пор, еще раз повторяю, что исторический первый прецедент – это были неевклидовые геометрии, когда противоречий нет, а интерпретации видно не было, они были найдены только потом. Терминологически это фиксируется вот таким образом. Одновременное выведение высказывания противоречия – это формальная противоречивость. И, наоборот, невозможность вывести и то, и другое называется формальной непротиворечивостью. Или можно еще сказать синтаксической непротиворечивостью. Вот. А наличие модели, то есть наличие интерпретации, называется семантической непротиворечивостью. Семантическая непротиворечивость более понятна. Мы спрашиваем, а какой смысл в вашей формальной системе? А вот какой. Вот посмотрите. Оказывается, это все можно проинтерпретировать как равенство, и там будут выполнять все вам понятные свойства. Там коммутативность, транзитивность и так далее. Когда мы говорим, а приведи пример, это на самом деле означает, дай интерпретацию. И нам как-то содержательно понимать, лучше, когда есть пример, когда есть интерпретация. Тем не менее, для формального подхода это не обязательно. Но тогда спрашивается, а почему? Вот какое есть соответствие между формальным подходом и, так сказать, семантическим? Формальный подход хорош именно тем, что он позволяет нам механизировать, так сказать, все наши рассуждения. Когда мы опираемся, так сказать, на смысл, на здравый смысл, нам тут легче ошибиться. А формализация, она полностью механизирует и, собственно, позволяет передать это все, ну, как мы теперь уже знаем, компьютеру. Хотя создатели этого подхода никакому компьютеру не думали. Но думали в том же самом направлении. Потому что механизация это как раз означает всякое обезличивание рассуждения, которое не связано ни с сознаниями человека, ни с его опытом, а всего лишь правильные, последовательные и правильные шаги, которые любой человек будет делать одинаково. И поэтому не ошибется. То есть та же идея, о которой мы говорили, когда говорили о теории алгоритмов, та же идея, которая Кьюинга привела к идее машины, наконец-то. То есть идея формального подхода впервые была выднута гораздо раньше. Итак, значит, для формальной системы надо иметь модель. То есть всякая выводимая формальная система высказывания, всякая теорема, должна быть истинной в предметной области. Достаточно ли это для хорошей интерпретации? На самом деле нет. Это условие необходимо, но недостаточно. Для достаточности нужно иметь и обратное утверждение. Нужно, чтобы всякое утверждение истинное в предметной области было бы здесь выводимо. Вот в этом смысле чистое исчисление предикатов. Для него всё модель. Но много ли от него толку для конкретной области? Но толк есть, потому что всё, что выводимо в исчисление предикатов, выполняется везде. Но слишком мало. В нём нет ничего конкретного. Поэтому нужен и обратный ход. Вот это свойство, которое хотелось бы иметь от теории, называется полнотой. Правда, понятие полноты имеет смысл не только для конкретных формальных теорий, но и для чистой логики. А что такое интерпретация формул чистой логики? Это истинность или ложность? Значит, понятие полноты для исчисления высказываний мы с вами доказали. Что оно означает? Оно означает, что если формула выводима в исчисление высказываний, то она истинна, тождественная истина в смысле булевой алгебры. То есть на любом наборе значений переменных она будет истинна или равна единице, как мы говорили во втором модуле. Верно и обратное, что любая тождественная истинная формула алгебры высказанной выводима в исчисление. Вот это означает, что исчисление высказываний является полным. Значит, намного труднее доказать, вообще установить, является ли полным исчисление предикатов. А именно, значит, если всякая ли теорема, с одной стороны, всякая ли теорема исчисления предикатов является истиной в содержательном смысле этого слова. Ну, что это значит? Ведь вот на эту формулу, вот на эту, мы можем посмотреть содержательно. То есть, проинтерпетировав, вот этот значок действительно как для всех, а вот этот значок как существует. Ну и что это значит? Здесь говорится, что некоторая формула истинна для всех х. А это что означает? Она означает вот что. Что не существует такого х, для которого она была бы ложной. Ну, так слегка размышляв, понятно, что эти вещи одинаковые, да? В то же время, вычисление предикатов, это действительно, это формула, это эквивалентность выводима. То есть, если она выводима, она истинна. И верно ли обратно, что всякая истинная формула, так сказать, выводима в исчислении? Значит, вот доказано, это теорема Чорча, фамилия вам уже встречалась, неоднократно и неудивительно. А, пардон. Это теорема Гёделя. Но не та знаменитая теорема, о которой два слова я, может быть, еще успею сказать. Это теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов. То есть, исчисление предикатов является полным. Всякая выводима истина, и всякая истина выводима. Но это не единственное требование, которое, естественно, предъявить к формальной теории. Другое важное. Итак, первое. Это понятие полноты. Второе требование – это разрешимость. Понятие разрешимости нам известно из теории алгоритмов. Означает это вот что. Исчисление называется разрешимым. Если существует такой алгоритм, который по любой формуле может сказать, выводима она в исчисление или нет. С исчислением высказываний все понятно. Поскольку все выводимые там тождественные истины, значит, достаточно их вычислить на всех наборах, чтобы понять, является ли эта форма тождественной истины. Если она тождественная истина, значит, выводим. С исчислением предикатом так просто не обойтись, потому что там нет конечного числа наборов, на которых можно проверить. Потому что на бесконечных областях значения предметных переменных бесконечны, и поэтому конечным перебором мы ничего не делаем. Ну и, к сожалению, выясняется, что... И вот это и будет теорема Чорча. Чорч, церковь. А имя у него испанское, Алонсо. Так вот, теорема Чорча утверждает, что исчисление предикатов неразрешимо. Полно, но неразрешимо. А вот для формальной арифметики существует вот то, что можно было бы назвать великой теоремой Гёделя. Ее, правда, таковой не называют. Но склоняют ее к хвосту гриву не только специалисты, но и не специалисты, поскольку в ней есть некоторый глубокий смысл. Теорема Гёделя о формальной арифметике. То есть вот некоторые конкретные, но уже довольно богатые теории, где уже числа есть там, сложение, умножение и так далее. Она утверждает вот что, что формальная арифметика не полна. То есть есть такая формула, что нельзя вывести ни ее саму, ни ее отрицание. Хотя ясно, что по закону исключенного третьего что-то из них верно. То есть уже не все в формальной арифметике выводимо. Причем она в некотором смысле непополняема. То есть если мы чего-то добавим туда, чтобы эта конкретная формула выводима, выводимой стала быть, тогда появятся другие формулы, которые мы не выводим. Почему эту теорему так любят различные философы науки и другие люди, которые размышляют о науке? Потому что вот эта теорема говорит о том, что полностью формализовать науку на самом деле нельзя. Какие бы формальные системы мы ни придумывали, всегда найдутся с категорией, которые целиком в эту формальную систему не укладываются. Ну это означает, что давайте их аксиматизируем, но потом останется что-то еще. Ну вот так вот и будем. То есть процесс может идти бесконечно и успешно, но закончиться не может. Вот такова ситуация. Всего благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова